Мы рассмотрим, как пророчества исполнились не только в мире, но и где? В церкви, основываясь на Библии и духе пророчества. Хиллари, прочти для нас, пожалуйста, первое послание к Тимофею, 4-я глава и стих 1-й. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Итак, друзья, давайте рассмотрим, если они отступили от веры. Где они были ранее? В вере. По крайней мере, они заявляли об этом. Аминь. А теперь они что? Отступили от веры. И что случилось? Внимая духом обольстителям и учением бесовским. Что если я вам скажу, поверите ли вы мне, что внутри адвентистской церкви это пророчество исполнилось? Пророчество исполнилось. Давайте вместе откроем второе послание к Фессалоникийцам 2-я глава. Поверите ли вы мне, если я вам скажу, что лидеры, руководители выдающихся институтов и учреждений в церкви адвентистов седьмого дня сегодня провозглашают вести, которые подрывают те учения, в которые адвентисты седьмого дня верили с самого начала, с момента своего призвания в 1844 году. А если рассмотреть одну из этих доктрин, это доктрина или учение о Риме. Папство не является зверем. Из 13-й главы книги Откровения. С 1-го по 10-й стихи. Это то, что они говорят. Поверите ли вы мне, что среди нас есть люди, которые этому учат, что 13-я глава книги Откровения, стихи с 1-го по 10-й, этот зверь не является папством в эти последние дни. Посмотрите на это. Второе послание к Фессалоникийцам. Вторая глава. Спасибо вам за ваше терпение. Но, друзья, это важные экстренные новости. Давайте прочтем со 2-го стиха. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Итак, какие события должны произойти перед вторым пришествием Иисуса? Третий стих. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Итак, две вещи. Сначала отступление, а после что? Откроется человек греха. Где будет происходить отступление? В среде народа Божьего. Это приводит нас к 538 году. Так же это происходит и в наши дни. Посмотрите на это исполнившееся пророчество. Так же называется и 22 глава книги «Великая борьба». А здесь заглавие гласит, да, сначала посмотрите, вот человек по имени Лорен Сиболт, заглавие гласит… Позвольте католикам снять себя с крючка, или позвольте католикам выпутаться. Кстати, а кто такой Лорен Сиболт? Кто он? Лорен Сиболт – пастор церкви АСД в Огайо. Он также является ответственным редактором в «Адвентист Тодей», журнал, который является адвентистским изданием. Он также пишет для журнала «Спектрум». Я видела его статьи в «Адвентист Ревью» и в других известных адвентистских журналах. Позвольте еще раз вам напомнить, он является ответственным редактором в «Адвентист Тодей». Он также сторонник рукоположения женщин. Расскажи нам немного о его жене, Хиллари. Его жена – одна из первых четырех женщин, которых рукоположили в конференции Огайо. Давайте прочтем. Сегодня мы собрались для того, чтобы принять Божий призыв в лице четверых из нас. Это Линда Фарли, Лори Фарр, Сандра Папендус и кто? Кармен Сиболт. Кто это такая? Это жена Лорена Сиболта. Так что с одной стороны мы видим, что он сторонник рукоположения женщин, это противоречит Библии. Видите, как и было сказано в Библии, прежде придет отступление, это исполнение пророчеств. Во-вторых, он говорит, позвольте католикам снять себя с крючка. Если это будет продолжаться в церкви адвентистов с 7-го дня, то совсем скоро у нас будет поколение людей, которые не смогут более называться адвентистами с 7-го дня, основываясь на нашем историческом понимании и вере. Они проповедуют экуменическое евангелие, это рукоположение произошло в 2013 году. Это не что-то новое. Давайте прочтем первый параграф. Прежде, обратите внимание, что эта статья была переиздана. Впервые была издана в 2010 году и переиздана в июле 2017-го. Для чего они переиздали эту статью под названием «Позвольте католикам снять себя с крючка»? Ведь она была издана в 2010 году. Для чего же ее переиздавать в июле 2017-го года? Они хотели утвердить, что они по-прежнему занимают ту же позицию. Лорен Сиболт, вся газета «Адвентист Тодей» и их последователи. И их позиция в 2010-м не изменилась и сегодня. В том случае, если люди упустили эту статью в 2010-м году, они хотели переиздать ее и убедиться, что те, кто пропустил ее, теперь смогли прочесть эту статью и принять эти новые веяния. Что нужно позволить католикам снять себя с крючка. Хорошо, прочит на нас, пожалуйста, эту статью, Хиллари. На протяжении более века, еще до публикации Великой Борьбы, мы, адвентисты, рассматривали руководство Рима-католической церкви, представляемое символом первого зверя из Откровения 13-й глава, в качестве нашего заклятого врага и предмета нашей особой ненависти врага, который играет нечестивую роль в апокалиптическом сценарии против остатка Бога. Вот 7 причин… Вы это услышали, друзья? Ну же, что вы поняли из этого? Вот 7 причин, по которым, возможно, пришло время подвергнуться сомнению и пересмотреть их в этой связи. В какой роли? В роли зверя из 13-й главы Откровения. Здесь дается 7 причин, по которым мы не можем доверять книге «Великая борьба», по которым мы должны по-новому интерпретировать 13-ю главу Откровения. Даже первое предположение не точно. На протяжении более века, до публикации Великой Борьбы, мы, адвентисты, рассматривали в руководстве Римко-католической церкви, представленное символом первого зверя из Откровения 13-й. Сто лет до этого адвентистов еще не было. И откуда вообще пришло это откровение? Обратите внимание, друзья, он дает 7 причин, которые подрывают доверие к Великой Борьбе, это понятно? Вот еще одна причина, по которой была Великая Надежда напечатана, издана и распространена. Позволить католикам снять себя с крючка. Это программа действий в среде Божьих детей. Если Великую Борьбу ставить под сомнение, это также ставит под сомнение пророческий дар Елены Вайл. Если вы помните, то в 5-м томе свидетельств, на страницах с 98-й по 100-ю нам сказано следующее, цитата, «Если вы утратите веру в свидетельство, то течение вас далеко унесет от библейской истины». Итак, он ставит под сомнение 13-ю главу Откровения, спрашивая, говорится ли там о папстве или у этого имеется иное истолкование? Иными словами, историческое верование адвентистов 7-го дня должно быть пересмотрено и даже изменено, основываясь на том, что говорит этот человек. Мы, как христиане, должны относиться к нему с уважением и быть вежливыми. Но, позвольте вам сказать кое-что, если кто-либо заблуждается и это заблуждение уведет людей в ад, как мы можем молчать? Посмотрите, что говорит Эллен Уайт по тому вопросу, который здесь подвергается сомнению. Мол, этот зверь из 13-й главы Откровения, с 1-го по 10-й стихи, символизирует ли он папство или это что-то другое? Посмотрите, что писала Эллен Уайт, «Избранные вести», том 1-й, страница 204-я, цитата. «Враг душ человеческих стремится обосновать необходимость большой реформы среди адвентистов седьмого дня» и утверждает, что эта реформа должна состоять в реорганизации и в отказе от доктрин, являющихся столпами нашей веры. Давайте остановимся здесь. Мы каждую субботу изучаем истину для настоящего времени, и мы читали из книги «Великая борьба» на странице 409, что основанием и столпом адвентистской веры является книга Даниила 8-я глава 14-й стих. С 457-го года до нашей эры и до 1844 года, когда наступил час суда его, и это весть первого ангела, что также связано с первым ангелом. Весть второго и третьего ангела. Какова же весть третьего ангела? Кто поклоняется зверю и образу его? Какому зверю? Из 13-й главы книги Откровения «Римский католицизм». Итак, если ты подвергаешь это сомнению, и ты хочешь чтобы мы адвентисты изменили наше понимание, что о папстве говорится в 13-й главе книги Откровения, тогда основываясь на той цитате, которая на экране сейчас, новая реформа уже здесь, новая организация уже здесь, как и отказ от доктрины, являющихся столпами нашей веры. Да, однозначно. Все это уже происходит. Когда произойдет эта реформа, какие произойдут изменения? Сестра Уайт отвечает на этот вопрос. «Основы истины, которые Бог в своей мудрости дал церкви остатка, были бы что?» Отринуты. Отринуты. Говорите это со мной, друзья. «Наша религия подверглась бы изменению. Основополагающие принципы, которые поддерживали работу в последние пятьдесят лет, сочли бы ошибочными.» Прочти далее, Хиллари. «Была бы создана новая организация и написаны книги, устанавливающие новый порядок.» Видим ли мы сейчас новые книги? Да. А также и статьи. Какие это книги? «Великую надежду.» А книга, которая была издана в 1950-х годах? Да. «Вопросы о доктрине.» И также мы видим эти статьи. «Была бы введена система интеллектуальной философии. Творцы этой системы пошли бы в города, совершая удивительные дела.» Не забывайте это, потому как позже мы увидим, Лорен Сиболд говорит, что когда мы евангелизируем, адвентисты продолжают говорить о папстве. Для спасения людей мы не должны говорить о папстве. Я задам вам вопрос, что тогда случится с вестью второго и третьего ангела? «Выйди от нее, народ мой.» Итак, если я не идентифицирую, что является Вавилоном, что тогда случится? «Ты к нему присоединишься.» Давайте продолжим читать там, где мы остановились. К субботе, конечно, стали бы относиться легкомысленно, как и к Богу, сотворившему ее. «Все, препятствующее новому движению, было бы обрано с его пути.» Их основание было бы построено на песке. И что? «Ветры и бури смели бы это жалкое строение.» Давайте вернемся. Вот второй из семи пунктов в статье «Позвольте католикам снять себя с крючка» То, что мы выступаем против тех, кто будет принимать законы, которые должны быть на совести человека, это принцип, который я очень ценю. И я горжусь усилиями адвентистов седьмого дня по защите религиозной свободы. Но если случится так, что кто-либо другой, кроме Рима католической церкви, начнет действовать подобно зверю из книги Откровения 13-й главы, мы будем более готовы отреагировать, если мы будем наблюдать за нарушением принципов, нежели если мы будем ожидать, что одна конкретная группа нарушит их. Что он здесь заявляет? «Что любой может иметь характеристики зверя из 13-й главы Откровения. Это вопиющая ересь.» Несмотря на то, что эта глава дает нам очень ясные признаки того, что этот зверь символизирует папство. Он не может указывать ни на кого другого. Это папство указывает на папство как в прошлом, так и в будущем. Почему? Оно правило 42 пророческих месяца с 538 года по 1798 год. И смертельная рана исцелеет. Не считаю и других знаков, таких как богохульные имена и богохульство. Кто ведет в плен, тот и сам пойдет в плен. Все указывает на католицизм. И если кто-то начинает вести себя как этот зверь из 13-й главы, как он сказал, значит он часть римского католицизма. Обратите внимание, что говорится в третьем пункте. Эллен Уайт указывала на католицизм в совершенно другом мире. О чем он говорит здесь? Куда он ведет? Что в 2017 году уже совершенно иной мир. Соответственно, какое толкование нам нужно? Иное толкование. Иное толкование. Интересное у них понимание, что можно изменять Писание, в зависимости от времени. Или изменять пророчество, изменять дух пророчества. Кто возмечтал изменить или отменить праздничные времена и закон? Католицизм. Так кто вдохновил Лорена Сиболда и его сподбижников? Это дьявол. Тот же самый, кто вдохновил католиков изменить? Божьи времена и закон. Прощи это для нас, Хиллари. Историки показали, что американский антикатолицизм девятнадцатого века произрос из общего антииммиграционного нитивизма. В эпоху, когда у нас был и снова может быть президент-католик, любящий свободу, когда иммигранты-католики стали нашей молодой рабочей силой, почему мы не можем проповедовать Евангелие, не идентифицируя римский католицизм как исключительный инструмент сатаны? Давайте остановимся здесь, он говорит, в эпоху, когда у нас был и снова может быть президент-католик, любящий свободу, о ком идет здесь речь? О Кеннеди. Другими словами, он говорит, из-за того, что Америка выбыла президента-католика, это означает, что времена изменились, и так же и католицизм изменился. Но, погодите минутку, погодите. Рим никогда не меняется. Что в 13 главе Откровения является одним из символов папства? Тело Барса. Какова же характеристика Барса в Библии? Он не может изменить свои пятна. Но нам сказано в книге «Великая борьба», и мы видим это из истории, что именно протестанты… Именно протестанты изменились. Вы видите это? Да. Это унижение Елены Уайт, потому как он представляет ее как продукт своего времени. Что она не была богодухновенна. Что из-за того, что она жила во времена, когда повсеместно был антикатолицизм, поэтому она выражала мнение окружающей среды. Но это не так, потому как именно Господь вдохновил ее, а не настроение мира. Он спрашивает «Почему мы не можем проповедовать Евангелие? Как?» Не идентифицируя римский католицизм как исключительный инструмент сатаны. Что это делает с вестью второго ангела? Уничтожает ее. Это означает «Не проповедуйте вторую главу Даниила, потому как в пальцах истукана». Какие элементы мы видим? Католицизм. 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 Не проповедуйте седьмую главу Даниила, потому как кто является малым рогом? Римский католицизм. Не проповедуйте и восьмую главу Даниила и одиннадцатую главу. Иными словами, он призывает убрать эти бьющие или «ранящие» в кавычках стихи или тексты Библии, которые используются для распознавания и разоблачения папства. Так же, как это делают защитники ЛГБТ, призывая убрать тексты Библии, осуждающие их греховный образ жизни. Каждое место Писания, говорящее о папстве, должно быть либо удалено, либо изменено. Но Господь очень не хочет, чтобы мы оставались в неведении относительно того, кто является главным агентом сатаны. Через этого агента дьявол действовал в прошлом, он будет действовать и в будущем. Поэтому во всей Библии эта власть показана как угнетающая божьих людей и приводящая к финальному кризису. Вот что говорит сестра Уайт. «Великая борьба» страница 457. Такие люди как Лорен Сиббл, я повторюсь, мы как христиане должны уважительно к нему относиться, но люди как Лорен Сиббл держат народ Божий здесь так долго времени. Вот что говорит сестра Уайт. «Если бы те, кто участвовал в движении 1844 года, приняли бы весь третьего ангела» А что говорит этот ангел? «Кто поклоняется зверю и образу его» То есть мы обязаны идентифицировать этого зверя. Здесь сказано «И возвестили бы ее в силе Святого Духа, Господь совершил бы через них величайшие дела. На землю были бы излиты целые потоки света. Давно бы жители земли получили предостережение. Последний этап работы был бы завершен, и Христос пришел бы для искупления Своего народа». Но далее она говорит, что Господь воздвигнет вестников, которые провозгласят эту весть. Мы сможем получить запечатление и отправиться домой с Иисусом. Именно из-за таких людей, как он, мы продолжаем блуждать в пустыне. Они не приняли вести третьего ангела. Но все началось с вести первого ангела. Если вы отвергаете весть первого ангела, вы отвергнете и второго, и третьего. То есть люди, призывающие нас к изменению нашего толкования тринадцатой главы Откровения, на самом деле не верят в искупление 1844 год в небесное святилище. Интересно, что он поставил эту картинку, как фон своего профиля в Фейсбуке? Взгляните на это, друзья! Вы бы сделали это? Он пастор, адвентист седьмого дня. Вы, будучи адвентистами, сделали бы это? Да? Тем более пастор, даже если это было в шутку. Что говорит первый комментарий? Вот и доказательство. Ты иезуит. Смайлик. Ты должен объявить об этом в католическую Пасху. Не так ли? Этому комментарию Лорен Симболт поставил лайк. Это понравилось. И если это шутка, то что об этом говорит Библия? Тем более он пастор. Хиллари, моя Библия говорит, удерживайтесь от всякого рода зла. Либо он сделал это специально, либо это шутка. Но в каждой шутке, как ты вообще додумался до этого? В этом журнале «Адвентист Тодей» семь причин, дискредитирующих книгу «Великая борьба» и Библию. Кто ведет войну против Библии? Сатана. Этот человек уничтожает Библию. Обратите внимание, это из этого же журнала «Адвентист Тодей». Что говорится в заглавии? «Предполагаемое письмо с извинениями перед Папой Римским» Франциском от президента Генеральной Конференции за распространение «Великой борьбы» в Филадельфии. Не «Великой надежды»? Нет, нет, нет. «Великой борьбы» полной книги. Когда Франциск приезжал в Филадельфию, книга «Великая борьба» была широко распространена. Так что это война против Слова Божьего и против доктрин. 11 глава книги «Откровение» говорит о звере из бездны. Этот зверь из бездны восставший во Франции. Эта бездна не будет закрыта до завершения тысячи лет. Так что этот зверь – это образ мышления, атеизм, бездравственность. Все это преобладает и сегодня и ведет войну против Библии. Как внутри наших церквей, у нас есть общество ЛГБТ, бездравственность, призывающие удалить, так сказать, бьющие или разоблачающие стихи, осуждающие образ жизни ЛГБТ-сообщества. С другой стороны, мы слышим призывы убрать бьющие или ранящие стихи, которые разоблачают главного врага Божьего и Божьего народа. Убрать эти стихи и не порицать, и не разоблачать эту власть. Если вы зло называете добром, каков следующий шаг? Вы добро будете называть злом изнутри, сатана может трудиться более эффективно, чем извне. Потому как мы ожидаем атаки извне, но когда пастора, лидеры и люди, зовущие себя адвентистами, атакуют изнутри, эти атаки становятся более опасными. Друзья, я бы не сидел в такой церкви, и меня мало волнует каково название на здании написано или как они сами себя зовут. Если бы я жил в Огайо, я бы не посещал бы эту церковь. И если бы я не нашел ничего лучшего, никакую другую церковь в этом районе, я бы лучше оставался дома. Только не в эту церковь, нет друзья, нет друзья мои. Поэтому Нил Уилсон, отец Теда Уилсона, сказал что идея о том, что бы быть антиримокатоликом принадлежит к чему? К историческому мусорному ведру. И мы видим друзья, что эти настроения не изменились, это все еще живо в среде адвентистского руководства. Мы упоминали великую надежду и призывы удалить бьющие или ранящие стихи из Библии, которые осуждают или указывают на римский католицизм. Вавилон. Именно так бьющие или ранящие главы из Великой Борьбы были устранены и нам вручили книгу Великая Надежда. Ранящие стихи и главы. Целые главы, разоблачающие Вавилон и его работу в последние дни, были удалены. Если мы прочтем только вступление к Великой Борьбы, мы уже поймем важность в полной книге «Великая Борьба». Друзья, вам все понятно? Продолжим. Мы также видим как Джарет Турманд предлагает позволить католикам снять себя с крючка. Он спрашивает, есть ли у нас противостояние с Папой Франциском по теме изменения климата? Он призывает найти точки соприкосновения с папством. Позволить католикам снять с себя крючка или позволить католикам выпутаться. Перейдем к четвертому пункту. В четвертом пункте из своих семи, где Лорен Сиббл пытается отбросить наше историческое верование в пророчество о папстве, он заявляет, что из-за Второго Ватиканского Собора папство изменилось, что Второй Ватиканский Собор изменил папство, и со Второго Ватиканского Собора в 1960-х годах мы более не можем проповедовать, что папство является зверем из 13 главы Откровения. Сегодняшняя римо-католическая церковь – это совсем другое учреждение, чем была во времена Елены Вайт. Второй Вселенский Собор Ватикана радикально изменил теологию и практику динаминации. Ватикан 2 объявил Евангелие центром в церковной теологии. Современная католическая церковь уже не та же самая католическая церковь, о которой упоминалась в наших эсхатологических исследованиях 19 века. Так все же, по их словам, мы должны сделать с книгой «Великая борьба» и Библией… Выбросить в мусорку истории. Здесь он не только изменяет историю, но и выбрасывает истинную историю о том, чем же является католическая церковь, выбрасывает наши истинные толкования пророчеств, которые указывают на эту нечестивую власть. Кто говорит «я осуществляю Второй Ватиканский Собор или то, что там было принято» кто это заявляет? Папа Римский. Франциск. Призывает ли Папа Римский к объединению церкви и государства? Призывает ли Папа к ограничению личных свобод? Да. Призывает ли он к борьбе с изменением климата, путем навязывания соблюдения воскресного дня в каждом народе? Да. Заявают ли католики, что смертная казнь может быть введена в контексте общего блага? Да. Тогда как же вы можете утверждать, что папство изменилось, когда все эти заявления были сделаны совсем недавно? Папство занимает позицию, которая поможет ей наилучшим образом достичь ее цели. Вот о чем был Второй Ватиканский Собор, не об изменении римо-католических доктрин. Оно изменяет свои методы, чтобы завоевывать как можно больше людей. Прости это пожалуйста. Это книги со Второго Ватиканского Собора, помогающие нам понять Франциска. Франциск заявляет «Я и есть Второй Ватиканский Собор». Великая борьба страница 571. Папство представляет собой именно то, что в пророчестве названо «отступничеством последних дней». Политика папства весьма гибкая. Оно стремится придать себе тот вид, который наилучшим образом будет способствовать осуществлению его цели. Но под любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность смеиного яда. Паписты заявляют, не следует выполнять обещаний, данных еретикам и лицам, подозреваемым в ереси. Должна ли эта власть, история которой в течении тысячелетий писалась кровью святых, считаться частью церкви Христа? Не дай Бог. Пятый пункт, читаем «Сосредоточим внимание на римском католицизме, мы, адвентисты седьмого дня, можем пропустить более опасных, антихристианских противников». Теперь понимаете, почему совсем недавно лидеры адвентизма заявляли, что не знают, кто является антихристом? Потому как в Эндрюхском университете, в других адвентистских семинариях преподается это учение о том, что зверю из 13 главы книги Откровения может быть дано новое толкование, что это не папство, а какая-то новая власть. Многие из них говорят, что это ислам. Тогда на самом деле они уже не адвентисты, потому как если ты отбрасываешь наше верование, основанное на 13 и 14 главах Откровения, то ты уже не адвентист. Уже не адвентист, и это означает, что ты дал начало новой организации, и на самом же деле они указывают на тех, кто защищают истину для настоящего времени, и обвиняют их в том, что те являются основоположниками новой организации, хотя основываясь на Божьем Слове, это они положили начало новой организации. Он пишет, в то время как мы продолжаем предостерегать против Папы, далее он говорит, «Сегодня у религиозной свободы в Соединенных Штатах все еще есть более опасные враги, чем католицизм. Возможно, это даже некоторые из наших консервативных протестантов». Что он пытается этим сказать, что протестанты Америки могут стать силой, преследующей силой, но это не изменяет трактовку зверя из 13 главы Откровения, стихи с 1 по 10, потому как раз Библия и заявляет нам, что образ зверя объединится со зверем и будет заставлять всю землю поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелила. Это второй зверь из 13 главы, стихи с 11 по 18. Это лишь показывает, насколько извращено его толкование пророчеств. Поэтому он и отбрасывает книги. Этот человек обманут, я бы не ходил в его общину. Это целое движение. Как только ты начинаешь отвергать книгу «Великая борьба», отвергать Библию, отвергать написанной Эллен Уайт, отвергать истину для настоящего времени, отказываешься идентифицировать, кто является антихристом, и что такое Вавилон, отказываешься выводить людей из Вавилона, но сам идешь в Вавилон, и сейчас мы видим эти экуменические альянсы. Это тоже статья, которую написал тот же автор, Лорен Сибол. Называется она «Можем ли мы, адвентисты, поучиться у других?». Конференция АСД организовала съезд, куда были приглашены спикеры, не являющиеся адвентистами. В этой статье Лорен обращается к противникам этого съезда и говорит, что ничего в этом такого нет, и что мы многому можем от них научиться. И в этой статье он упоминает имена известных пасторов и лидеров и мерчант-чорч или возникающей церкви, таких как Леонард Свит, Док Паджет и Самир Салманович. Недавно я говорил о Самире Сальмановиче. Он является колдуном. Он был спикером на этом съезде. Да, он колдун, он занимается колдовством. И он был спикером на этом съезде. Это лидеры в Emergent Church или в возникающей церкви. Док Паджет, Кен Вилбер, Леонард Свит, Роб Белл, Брайан Макларен, Рик Уоррен, все эти люди являются отступниками. Они из Вавилона. Они язычники. Один из них, Леонард Свит, был приглашен в адвентистский колледж Ла Сиера в 2010 году. И газета «Adventist Today» отметила, что он проталкивал там принципы Emergent Church, что является само по себе колдовством. Это спиритизм. Да, посмотрите сюда внимательно, друзья. Это Салманович. Кто он? Здесь сказано. В таких отрывках, как Бог Отец всех религий и дом веры Манхэттена, я познакомил вас с одним из менее известных светил Emergent Church и одним из подающих большие надежды льстецов Самиром Сальмановичем. Это то, как мир оценивает пастора адвентистов седьмого дня. Читаем дальше. Сальманович является интердуховным адвокатом и рукоположенным пастором церкви адвентистов седьмого дня. Сайт, который говорит нам, что он был неотъемлемой частью рождения Emergent Church. Заглавие гласит «Лидер Emergent Church Самир Сальманович служит Богу вместе с кем?» Вместе с колдунами. Вместе с колдунами. Это мир говорит так о адвентистах. Emergent Church это снова ведет к католицизму, потому как они занимаются духовным формированием. А откуда появилось духовное формирование? От Игнатия Лайону. Основателя иезуитизма. Поэтому мы видим, почему он себя на фейсбук такую фото добавил. Почему он является частью Emergent Church в экуменическом движении и почему он говорит, что мы должны пересмотреть наше толкование 13 главы Откровения. Сколько из вас верит, основываясь на Писаниях, что в последние дни грядут преследования на людей соблюдающих Божьи заповеди? Особенно по вопросу субботы. Кто в это верит? А теперь посмотрите на это заявление. Лорена Сиболда. Он говорит, что это может никогда не произойти. Приверженцы эсхатологии – это события последних дней, которые ожидают, что только католики инициируют религиозные угнетения и только в Соединенных Штатах и только по вопросу субботы могут потерпеть неудачу говорить пророчески, если апокалиптические признаки появляются где-то в другом месте. Опасно! Очень опасно! Опасно! Эти люди совсем не проповедуют события последних дней. В седьмом пункте он говорит, прощи для нас, пожалуйста. «Религиозная свобода, возможно, улучшилась в странах, где было влияние католицизма. Во время моей жизни папство часто было силой, приносящей мир и свободу» И на основании этого заявления он говорит, мы должны задаться вопросом, заблуждались ли мы относительно папства? Но, друзья, если он говорит, что во время его жизни папство что? «Папство часто было силой, приносящей мир и свободу» А что сказано в книге Даниила, 8 глава стих 25? «И среди мира погубит многих» Именно так! Та самая цитата, которую он использует, чтобы снять католицизм с крючка, именно этот аргумент все еще оставляет его на крючке, осужденный Богом. «Католичество использует мир, чтобы люди приняли его планы. И если не примите, то вас ожидают преследования, и не будет для вас мира» Все здесь находящиеся в зале знают, кто такой Берт Бич. Он считает Берта Бича очень хорошим другом. И он цитирует Берта Бича в этой цитате, доказывая, почему мы должны отказаться от нашей исторической веры понимания пророчеств. «Противостояние нынешним противникам может побудить нас к пророческим ролям, которые берут на себя больше обязательств и действий. Мой друг, кто?» Берт Бич. «Говоря об адвентистской эсхатологии, однажды сказал мне» «Я подозрительный, когда люди постоянно сосредоточены на том, что произойдет в будущем. Каков контекст этого выражения?» «Не взирайте на события последнего времени, не смотрите на пророчества». К чему это он говорит? «Не смотрите на католическую церковь, не следите за ней». И кого он цитирует? Берт Бича. «А кто такой Берт Бич?» Берт Бич был предшественником, говоря в этом контексте Гануна Диапа, почему я так говорю? «Потому как Берт Бич встретился с Папой Римским и подарил ему медаль». Нам сказано, что только отступившая церковь сокращает дистанцию между Римом и Божьими людьми. Это отступившая церковь. Мы очень сильно ошибаемся, если думаем, что подобные заявления о том, что католицизм уже изменился, носят единичный характер, где-то там далеко, в среде англоязычных пасторов церкви адвентистов седьмого дня. Мы ошибаемся, если думаем, что такие заявления это только лишь отдельные случаи. Проповедь о том, что папство изменилось, приобретает уже массовый характер и исходит из самых верхов от руководителей церкви адвентистов седьмого дня. Среди русскоговорящих пасторов в нашей церкви происходят те же самые процессы. Позвольте мне привести несколько примеров. Пример первый пастор Александр Болотников не раз и не два высказывал свое мнение о том, что католицизм уже якобы изменился и нам давно пора изменить наше отношение к этой организации и пересмотреть наше учение о папстве. Тех людей, которые продолжают разоблачать действия папства, пастор Александр Болотников назвал, я цитирую, «невежественными людьми, у которых отсутствует всякое понимание истории». Вот только некоторые высказывания по этому вопросу от пастора Александра Болотникова из его статьи, которая называется «Католицизм. Правда из первых рук». Эту статью вы можете найти в интернет Альмонахи под названием «Барух». Именно эти изменения, произошедшие в католической церкви, пишет пастор Болотников, на протяжении последних десятилетий побудили многих евангельских христиан – пересмотреть свое отношение к католицизму. С другой стороны, те, кто не изменил свою позицию оказался в весьма щекотливом положении. Как это так, не простить кающегося грешника? А именно с такими покаянными речами обращались и продолжают обращаться к миру Папы Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и нынешний Франциск. Следует признать, продолжает пастор Болотников, что католическая церковь второй половины двадцатого века существенно отличается от церкви девятнадцатого и начала двадцатого веков. А потому когда приходится слышать высказывания некоторых телепроповедников, которые с неизменной настойчивостью продолжают приводить по отношению к католикам факту из прошлого, я удивляюсь этому невежеству и отсутствию всякого понимания истории и реальности происходящего. В продолжении он пишет «Однозначно понятно, что новое поколение католического духовенства не собирается оправдывать действия своей церкви в средние века и не сожалеет о тех преступлениях, которые были совершены во времена инквизиции и крестовых походов. Именно поэтому у тех, кто понимает сегодняшнюю ситуацию в католицизме, возникает естественный вопрос о том, применимо ли традиционное протестантское понимание тринадцатой главы книги «Откровения» к сегодняшнему папству. «Причина подобных вопросов и колебаний кроется в абсолютном отсутствии понимания того, как Библия представляет антихриста. Дело в том, что ранние реформаторы, называя «зверя» из тринадцатой главы книги «Откровения», папой зачастую пользовались исключительно политическими аргументами. Когда же после Второго Ватиканского собора эти политические вопросы были сняты, тогда все эти аргументы «зашатались» . Итак, пастор Болотников утверждает, что аргументы «зашатались». Какие же это аргументы «зашатались»? Аргументы, говорящие о том, что папство является антихристом, и о котором говорится в книге «Откровения» в тринадцатой главе с первого по десятый стих. Это то, что мы видим на поверхности этих заявлений пастора. А если посмотреть немножко глубже, то такой взгляд адвентистского пастора на католицизм подталкивает членов церкви к тому, чтобы сделать следующий шаг, а именно, не проповедовать о выходе из Вавилона, потому как в этом уже нет смысла. И вообще, вторая и третья ангельские вести с таким подходом уже не актуальны. И поэтому пастор приводит читателей к единственному на его взгляд правильному решению и задает вопрос «Применимо ли традиционное протестантское понимание тринадцатой главы книги «Откровения» к сегодняшнему папству?» Этот вопрос пастора попросту сеет сомнения по отношению к тому учению, которое мы, как адвентисты, исповедовали до сих пор. Подобный же вопрос когда-то задал змей Еве в Едемском саду. Мы читаем в Библии слова «змея» и сказал змей жене «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Этим вопросом Састана заставил Еву усомниться в истине, которая уже была ранее сказана ей Богом. «Думаете пастор Болотников смог бы так безбоязненно проталкивать все эти вопросы, если бы он не был на сто процентов уверен в том, что вверху в руководстве Генеральной конференции его в этом всецело поддерживают?» Не думаю, что смог бы продвигать эти вопросы, но что меня лично сильно удивляет, так это то, что в то же самое время как адвентистский пастор и доктор богословия Александр Болотников и другие адвентистские проповедники пытаются убедить общественность в том, что папство уже изменилось и нам нужно вычеркнуть эту организацию из списков наших противников, в то время как некоторые адвентистские богословы уже пошли на объединение с католицизмом и изыскивают всевозможные формулировки стараясь убедить людей в том, что аргументы о римно-католической церкви матери всех блудниц и мерзостей земных, что все эти аргументы уже якобы зашатались, в то время как многие адвентистские пасторы решили просто молчать по этим важнейшим темам. В это же самое время некоторые протестанты продолжают разоблачать папство. Они продолжают проповедовать о том, чему учили все реформаторы, такие как Мартин Лютер, как Цвингли и другие. Они продолжают проповедовать о том, что именно папство является этой ложной и отступившей системой антихриста. Вот только один пример. Баптистский пастор Стивен Андерсон отснял целый семинар по изучению книги Откровения. Мы сейчас с вами послушаем только короткую цитату из этого семинара. Напоминаю вам, за кафедрой стоит баптистский пастор Стивен Андерсон. Framing World Production представляет Откровение Иисуса Христа 17-я глава Пастор Стивен Андерсон. Баптистская церковь верная Слову Божьему. Директор и продюсер Пол Виттенбергер. На основании Библии перевода короля Иакова. Пусть никто не обольстит вас. Вавилон Великая Блудница. Книга Откровения. Начиная с первого стиха говорится в этой 17-й главе, что эта блудница сидит на водах многих. Второй стих говорит, что с ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. Что очевидно очень похоже на то, что говорится в 13-й главе Откровения. И жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим. Итак, кто же эта великая блудница? Кто здесь представлен в виде этой великой блудницы или тайны Вавилона? Это очень просто. Если невеста Христа символизирует святых и верных, то есть истинно верующих Господа Иисуса Христа, то великая блудница в противоположность этому символизирует отступившую религию, верно? Это своеобразная подделка или фальсификация того, что является библейским христианством. Мы можем получить некоторые подсказки здесь о том, что происходит, и мы видим здесь, что в первую очередь в этих стихах говорится, например, во втором стихе, что с нею, с этой блудницей, блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния, упивали живущие на земле. Еще в третьем стихе мы видим утверждение, преисполненном именами богохульными. Еще в четвертом стихе мы читаем, и жена обличена была в порфиру, ибо границу украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей. Если мы соединим все эти доказательства вместе, у нас получится картина римо-католической церкви. Еще один адвентистский пастор Василий Юнак высказывает поистине революционные идеи о том, что бы мы не следили за зверем, не следили за папством, то есть за действиями католической церкви. В то время как дух пророчества ясно говорит о том, что мы должны наблюдать за тем, что происходит и как исполняются пророчества. Василий Юнак призывает не следить за тем, что происходит. Послушайте сами. Те, которые сейчас следят за зверем, следующее слово, им поклонилась вся земля. Зверь. Вот то, что я за ним слежу, это означает, что я ему поклоняюсь. И практически вот все те люди, которые выставляют вот эти ролики и обвиняют при этом адвентистскую церковь в какой-то бездейственности, они на самом деле, соответственно этому писанию, они поклоняются этому зверю. По-особому. Почему же пастор Василий Юнак так не хочет, что бы члены церкви смотрели за действиями папства? Может быть потому, что если члены церкви будут следить за тем, что делает папа, то в окружении папы они случайно и нечаянно заметят адвентистских лидеров. Например, как здесь. Таганун Диаб, пастор адвентистов седьмого дня, директор отдела религиозной свободы, жмет руку папе Франциску от имени всей церкви адвентистов седьмого дня. Или еще вот один пример. Владимир Крупский, когда он возглавлял Украинский унион церкви адвентистов седьмого дня, приехал в аэропорт в Киеве, чтобы поприветствовать папу Римского. Или еще один случай. Берт Бич, который приехал к папе Римскому и подарил ему от имени церкви адвентистов седьмого дня медаль. Но даже если члены церкви заметят все это безобразие, то можно им рассказать басни о том, что наши руководители проявляют мудрость. И что они ездят к папе не просто так, а для того, чтобы он, папа, узнал истину о том, что нужно соблюдать в субботу. Что же можно делать в сложившейся ситуации? Пастора церкви, которая призвана Богом проповедовать трехангельскую весть, разоблачая действия папства, на самом деле перешли на сторону противника, проповедуя и утверждая о том, что наш противник уже изменился, и нам нужно прекратить называть его своим противником. Они дарят противнику подарки, жмут ему руки, так что сами католики пребывают в недоумении и слегка шокированы от того на какие уступки идут адвентисты. А потому стоит ли удивляться, что католических священников уже начинают приглашать в адвентистские церкви для того, чтобы они там проповедовали для народа Божьего? Чему они могут научить нас? Какую пищу они могут дать народу Божьему? Я хочу познакомить вас с одним человеком, это католический священник, это человек Божий, и я уважаю его как человека и как последователя Иисуса Христа. Арнольд, это привилегия и удовольствие приветствовать вас за нашей кафедрой в этот вечер. Я католический священник, проповедую за кафедрой адвентистской церкви города Оборна. Я хотел бы в первую очередь поблагодарить сегодня всех адвентистов седьмого дня местной церкви города Оборна за это приглашение на это праздничное богослужение. Спасибо вам за этот теплый прием для всех христиан различных традиций здесь в великом городе Оборн, Калифорния. Пусть любовь Иисуса Христа, которую Он открыл однажды две тысячи лет назад, отдав Себя за всех, чтобы все были счастливы. Спасибо вам и да благословит вас Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот еще один адвентистский пастор Виталий Алиник, который однажды сказал проповедь под названием «Падальщики». В этой проповеди Виталий Алиник определил в группу падальщиков как раз тех людей, которые всячески сопротивляются попыткам изменить адвентистское учение. По словам пастора Алиника, эти люди питаются, я цитирую, «отбросами, падалью и негативизмом». Он называет этих людей сборщиками негативной информации. Послушайте короткую выдержку из этой проповеди. И вот теперь мы подходим к религиозной сфере. Есть ли эта проблема в религиозной среде? Проблема питания отбросами. Проблема питания падалью. Проблема питания негативизмом. К великому сожалению, обязательно есть. Есть люди, которые постоянно занимаются сбором нечистот. Сбором негативной, компрометирующей и всякой иной информации. Есть целые организации, занимающиеся сбором этой нечистоты и распространением. Что не лекция, что не проповедь, очередная сенсация о том, как все плохо. И как церковь отступила, и как все продажны, и как с финансами не в ладах, и как с нравственностью, и сколько молодежи уходит, и что творится, и так далее, и так далее. Все-все-все вот это вот собирается, и в массовые потоки информации впрыскивается. В религиозной сфере с развитием средств массовой информации это делать теперь гораздо легче. Любой поставил телефончик, записал речь, выставил в YouTube и пошло-поехало. И скажу вам, что популярность такого рода информация очень быстро набирает, очень быстро набирает. Мы по природе греховны. И потому хотите знать, чем в свободное время занимаются дети видных служителей церкви, куда ходят, что делают, с кем и так далее? Пожалуйста, есть ролик, есть на YouTube. Хотите знать, на каком автомобиле ездит руководитель Всемирной Церкви? Естественно, за вашу десятину, вот именно за вашу, да? Обязательно покажут. Или же, кто из лидеров церкви кому, когда, в какую секунду пожал руку, и так далее, и так далее. Масса информации, масса информации в религиозной сфере. О ком же это пастор Виталий Алиник говорит? Кто этот любой, который поставил телефончик, трудно понять, правда? Потому как имена не названы. Понять трудно, но пока мы не послушали проповедь пастора Болотникова, который мыслит по этим вопросам точно так же. Когда мы послушаем, то узнаем, кто же этот любой, который поставил телефончик. Пастор Болотников поясняет, о ком идет речь в проповеди пастора Виталия Алиника. Вас это удивляет? Меня нет. А что сегодня происходит в неофициальном мире? Поставили камеру Вайсы, Энрикесы и пошло. Что идет, то идет. Никто тебе не рецензент, никто тебя не проверяет. Масонский заговор. Масонский заговор. Скажите, пожалуйста, как же можно молчать в это время и как можно не ставить камеру и телефончик, используя терминологию Виталия Алиника, если адвентистские пасторы уже буквально соревнуются друг с другом, кто больше заведет знакомств среди государственных религиозных деятелей? Просто посмотрите одну фотографию, эти новости уже вопиют из всех углов интернета. Еще один руководитель нашей церкви Олег Гончаров на этом фото пожимает руку самому патриарху всея Руси Кириллу и подпись под фотографией. Естественно, и с патриархом Кириллом у нас хорошие взаимоотношения. Лично меня он регулярно приглашает на различные церковные мероприятия. Чем вы хвалитесь, пастор Олег Гончарова, адвентист седьмого дня? Чем вы хвалитесь? Если бы вы стояли твердо на стороне Божией, были бы у вас хорошие отношения тогда с патриархом Кириллом? Нет, не были бы. Были ли хорошие отношения у Моисея с фараоном египетским? Нет. Были ли хорошие отношения у Иоанна Крестителя с Иродом? Еще раз нет. Почему не сложились хорошие отношения у Иисуса с Пилатом и с тем же Иродом? В повествовании об Иоанне Крестителе Библия нам открывает причину, почему у Иоанна Крестителя не сложились отношения с Иродом. Потому как Ирод, взяв Иоаннов, связав его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. «Если бы адвентистские пасторы были бы настоящими протестантами, никаких бы хороших отношений между ними и Вавилоном не могло бы быть по определению. Но в наше время те, кто жмут руки вавилонским жрецам в чести, а те, кто их разоблачают, быстро получают маркировку падальщика». С такой же легкостью в отряд падальщиков были записаны и пророки древности. Пророк Исаия, пророк Иеремия, пророк Иезекииль, да и сам наш Спаситель Иисус Христос. Пророку Амосу, например, священника Масия, прямо сказал, «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Эфиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». В этот отряд падальщиков такие вот проповедники записали в древности Стефана, который был побит камнями своими же собратьями. Кстати, Стефан в своей предсмертной речи открыл проблему церкви всех времен. Давайте вместе внимательно прочтем, в чем же состоит эта проблема. Стефан сказал тогда, «Жестоковыные люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Как видите, проблема не в том, что кто-то собирает компрометирующую информацию и разоблачает в руководстве дела тьмы. Проблема в том, что некоторые руководители народа Божьего всегда, как во времена Ветхого Завета, так это было и во времена Нового Завета, всегда противились Духу Святому, как было в прошлом, точно так же это происходит и в наше время. После всех этих фактов отступления в руководстве нашей церкви, особенно поражает успокаивающее заявление самого главного пастора нашей церкви, президента Генеральной конференции Теда Вильсона. В этом году Тед Вильсон посетил город Киев и на одной из встреч пытался успокоить членов церкви, говоря, что будто бы наша церковь твердо стоит на основании нашего учения, то есть на старых позициях, и мы все продолжаем твердо верить тем истинам, в которые верили и пионеры нашего движения. Такие заявления не что иное, как просто хорошая мина при плохой игре. Я хочу сказать весьма категорично сейчас, что подавляющее большинство адвентистской церкви продолжает верить, и я надеюсь, что это продолжится и дальше, оставаясь на понимании адвентистской церкви о событиях последнего времени. Наверное, после всего увиденного у некоторых из наших зрителей возникнет вопрос, почему же все это происходит в нашей церкви? Ответ очевидный и простой, потому что мы молча сидим и слушаем все, что нам вкладывают в уши. Если бы в нас жил настоящий дух протестантизма, то мы бы очень остро чувствовали каждое искажение истины, но так как многие уже давно и глубоко уснули, то никакого протеста у них против услышанного не возникает. Посмотрите просто на реакцию людей на проповедях. Полусонные люди с готовностью принимают все, что им вкладывают в уши пастор. Похоже, что всем все равно. Ни один не встал и не сказал, уважаемый пастор, зачем ты стоишь на том месте, с которого должна звучать истина, и лжешь, и извращаешь истину, прикрываясь именем Божьим. Эллен Уайт однажды писала по этому вопросу. «Если какой-то грех и отвратителен Богу более всех остальных, так это ничего не делание в критическое время. Безразличие и нейтралитет во время религиозного кризиса рассматривается Богом как тяжкое преступление, равноценное самой худшей вражде против Бога». Это цитата из «Свидетельств для церкви», том 3, страница 281. Меня до глубины души поразил один комментарий, под видео, в котором рассказывалось о том, как адвентистский пастор Самуил Бакиоки поступил и успешно окончил Иезуитский Григорианский университет в Риме. Получил за это медаль и грамоту от самого Папы Римского. Написал и напечатал в папской типографии книгу, в которой римо-католические авторитеты написали свое одобрение об этой книге. И вот здесь на этом фото мы видим, как этот адвентистский пастор Самуил Бакиоки уже ничего не стесняясь, оделся в иезуитскую одежду. Не стесняясь показывает иезуитский знак. Не стыдясь совершенно уже ничего и не боясь, открыто в адвентистской прессе пишет статьи о том, что зверь из 13 главы Откровения это не только папство, но и ислам, тем самым переводя стрелки на ислам. А чего же ему бояться? Все спят и им уже все равно. А если начнут просыпаться, можно подкинуть им какую-то горячую тему о личности Святого Духа, пусть себе спорят. И тем не менее, под этим видео был комментарий в защиту Бакиоки. Некоторые адвентисты, несмотря на многочисленные доказательства, защищали Бакиоки, говорят, что он верный член церкви АСД, который созидал, оказывается, церковь. Одна женщина написала, «Ну и что, все доказательства, которые в этом видео есть, еще ни о чем не говорят». Так и хочется сказать, извините, уважаемая, какие вам еще нужны доказательства? Мне иногда кажется, что даже если привезти самого сатану в церковь адвентистов седьмого дня и сказать членам церкви, «Вот, друзья, познакомьтесь, его зовут Люцифер. Он будет сегодня проповедовать. Правда, у него были небольшие проблемы с Богом, но в общем он неплохой. Кто из нас не ошибается в жизни, правда же? Давайте послушаем, что он нам сегодня расскажет и поприветствуем его». И я вижу, как члены церкви ничего на это не ответят, потому что их пастор лучше знает, кого приводить в церковь. Ко всему прочему, ну какая разница, о чем тебя будут проповедовать? Главное, что ты член церкви адвентистов седьмого дня. Твое имя записано в церковной книге. И к тому же каждую субботу ты исправно посещаешь собрание. Именно из-за нашего безразличия, из-за нашей духовной слепоты и нашего молчаливого согласия происходят все эти явления. Мы приходим в наши общины, мы слушаем ложь, которую выдают нам за истину, и мы все это кушаем, и мы все это финансируем, и нам совершенно безразлично, кто там стоит за кафедрой, и что он нам там пытается проповедовать. И вот уже обученные иезуиты выходят за адвентистские кафедры и кормят нас ядом, прикрывая словами «любовь», «братство», «мир» и «безопасность». А тех, кто пытается их разоблачить, они быстро записывают в стан падальщиков. Вспоминается напоследок один стих из Библии. Во времена пророка Иеремии в израильском народе были те же самые проблемы. И Бог тогда сказал через пророка Иеремии «Изумительное и ужасное совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Аминь.